Суббота для универсального спорткомплекса Подмосковья, день футбольный. Сначала утром на искусственное игровое поле вышли команды-финалисты первенства городского округа Щелково по ветеранскому футболу 40+. Имеющие богатую историю, эти соревнования проводятся в нашем муниципалитете в 17-й раз. Состязания проводятся в несколько туров. Сегодня же бороться за первое место вышли давние соперники. Игроки команды МКМ-рековери из Щелково и ЦПК или Центра подготовки космонавтов из Звездного. Игра получилась интересной. Ее два тайма прошли словно на одном дыхании. Так много было атак, контратак, резких проходов по полю, ударов по воротам. Причем неоднократно вратари спасали положение, ловили мячи в самых сложных ситуациях. Но обе 25-минутки так и не закончились голами. Счет остался 0-0. А так как это финальный матч, то победителя надо было устанавливать непременно. Потому назначаются пенальти. И тут футбольное счастье было на стороне МКМ-рековери. Они заняли первое место. Я рад за команду. Спасибо команде, вратарю. Все супер. Любите футбол, играйте в игру. В этот день вторая игра, которая проходила на большом поле, это встреча в рамках первенства Московской области команд двух муниципалитетов Щелково и Люберец. Вторая команда, которая называется «Звезда правда», занимает в таблице положение много ниже Щелковского коллектива. Однако гости, выступавшие в красной форме, оказали достойное сопротивление и заставили переживать болельщиков. А у наших спортсменов, надо заметить, была очень активная группа поддержки. Щелково! 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 На радость болельщикам на 28-й минуте первого тайма Щелковец Александр Меделяев забил гол. Правда, так и оставшийся единственным. Счет встречи 1-0 в пользу наших футболистов. Что радует, это у них уже шестая победная игра в первенстве. А клубе журнал «Футбольная Щелково» так и написал «Нацелился на медали». Первые прошли туры удачно, пошли победы. Теперь, конечно, уже отступать некуда. Теперь только за первое место остается бороться, потому что остается, как я уже сказал, 4 тура. И все шансы на это у нас есть. Впереди в первенстве у наших футболистов еще три игры. Одна на нашем поле с Павловским посадом и еще две на выезде в Мытище и Владкарина. Что ж, перед щелковскими футболистами остались почти что финишная прямая к первому месту. Пожелаем же им на этом пути спортивной удачи. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.